Освещать всемирные игры кочевников намерены ведущие телеканалы мира. Среди них Германия, Россия, Таджикистан, Казахстан, Малайзия, Азербайджан, Беларусь, Нидерланды, США, Израиль, Индия, Франция и другие. Японский NHK направит свою телевизионную группу для освещения игр. Турецкий ТРТ, арабский Аль-Джазира покажут репортажи о Кыргызстане и играх кочевников. Евронюс с 1 августа уже транслирует ролик о всемирных играх кочевников. Китайский CCTV, телеканал Содружества независимых государств МИР, российский ОРТ, НТВ, а также новостной канал Россия24 также транслируют ролики. В режиме прямого эфира официальную церемонию открытия и закрытия игр кочевников смотрите на наших каналах КТРК, КТРК Спорт, КТРК Мадонья Тарыхтыль. Культурная программа будет транслироваться по каналу Мадонья Тарыхтыль, а спортивная часть по КТРК Спорт. Выпуски новостей будут давать полную информацию о проводимых соревнованиях. По всей стране установлены более 120 баннеров размером 3 на 6 метров и 40 мегабордов в тематике всемирных игр кочевников. Об этом нашему каналу сообщил координатор по брендированию секретариата ВИК Мерлан Сабыров. По его словам, на некоторых баннерах отражены картинки детей, победивших на конкурсе рисунков на тему кочевников, который был проведен в апреле. Кроме того, на мегабордах можно увидеть стоп-кадры из промо-роликов вторых всемирных игр кочевников. Все баннеры установлены за счет спонсорских средств, подчеркивает Мерлан Сабыров. Необходимо отметить, что на сегодняшний день уже на трех самолетах авиакомпаний нанесена основная эмблема ВИК. В целом, брендирование всемирных игр кочевников активно поддержали крупные компании и частные лица. Все баннеры печатаются за счет спонсорских средств, а печатает нам ее адвергрупп. Они являются нашими спонсорами, они бесплатно отпечатывают. Все это брендирование начиналось, допустим, как вы видите, с нашего офиса. Наши сотрудники сами брендировали свои автомашины, и как-то уже люди тоже начали постепенно с нами брендировать. В начале этого месяца был презентован официальный гимн игр кочевников. А на днях выпущен музыкальный клип с участием отечественных артистов. С певцами, которым выпала честь исполнить гимн, встретилась Нургуль Саматова. Официальный клип гимну игр кочевников получился ярким и динамичным. Он насыщен национальными символами и отражает кочевой дух народа, говорят авторы видеоклипа. В нем отражены отрывки из промо-ролика вторых, нарезки из открытия и закрытия первых всемирных игр. Гимн уже вторую неделю в интернете и отзывы публики весьма положительные. Авторами композиции являются поэт Уланбек Абдрахманов и композитор Эмиль Эген. Он народный и в то же время в нем очень много современного, такого эстрадного и фольклор, эстрада. Все вот знаете, вот такой очень красивый получился, слияние красивое получилось. Говорят, вот, я слушала и у меня прям мурашки по коже. Это вот мурашки по коже, это значит в песне очень много хорошего, правдивого, честного. Оно заложено много хорошей энергии. Слова гимну были написаны еще в 2014-м, но из-за отсутствия средств и времени оставили этот проект на вторые игры. Песня написана в эстрадно-фольклорном жанре, поделился Уланбек Абдрахманов. Текст гимна написан на кыргызском языке, состоит из трех куплетов и припева. Я долго работал над текстом. Когда он был готов, его просмотрели также профессиональные акены, которые дали свои советы и комментарии. Сложность была в том, что необходимо было передать философию игр кочевников в кратких строках. Мы с автором мелодии гимна постарались показать историю кочевников и заявить, что эти игры объединяют народы и создают дружную атмосферу. Песню исполнили популярные эстрадные певцы Раскельды Осмонкулов, Гульнара Тегамбаева, Тимир Назаров, Кайрат Примбердиев, Гульзада Раскулова, Нураим Азыкбаева, Джидеш Идрисова и молодой певец Самат. По словам народной артистки Гульнары Тегамбаевой, команда исполнителей гимна сформировалась из профессиональных певцов. Для нас большая честь, что мы тоже можем внести свою лепту в это грандиозное дело, которое затеялось, второй раз у нас будет проводиться. И тоже с огромным удовольствием хочу добавить частичку себя, скажем так, в это дело и быть в этом процессе, в этом грандиозном мероприятии. Партию Комуза исполнил известный комузист Рахат Кочербаев, остальную часть – группа «Хантенгри» под руководством музыканта Руслана Джумабаева, рассказывает композитор Эмили Ген. В середине песни у нас есть женский вокалист, где подразумевается что-то материнское. В пределах восьми тактов мы решили подчеркнуть именно что-то такое вроде как «Ума-Эне». Вроде как поется песня и кажется, что она одинаковая, на самом деле каждый куплет и каждый припев, они все разные. Где-то, да, все время что-то не похожее на предыдущие. Мне понравилась в этой песне доступность, динамика движения, то есть, как именно сказал наш Комуз, великолепный инструмент, который дает движение этой песни. Гимн всемирных игр кочевников уже стал песней года. Просмотр в интернете бьет все рекорды, а в социальных сетях кыргызстанцы активно делятся этим видео. Мелодия несет в себе позитивную энергетику, сплачивает народ и поднимает патриотический дух, говорят пользователи соцсетей. ПЕСНЯ Естественно, ГИН прозвучит на открытии и закрытии игр. В целом организаторы обещают незабываемую шоу-программу. В церемонии открытия, она полностью театрализованная постановка, и там участвуют полностью наши актеры, студенты, танцоры. Здесь мы обошлись своими силами. На церемонии закрытия мы пригласили, конечно, представителей из-за рубежа. Это есть страны-участники всемирных игр кочевников, Азербайджан, Турция, Казахстан, и будут представители с этих стран. И еще есть парочка сюрпризов, конечно. В скором времени гимн планируется перевести на русский и английский языки. Напомню, игры пройдут с 3 по 8 сентября на побережье озера Иссыкуль. Соревнования будут проводиться по 26 видам спорта, в которых выступят участники из 29 стран. Нургуль Саматова, Эльдия Расанбаев. Общественный Первый канал. Итоги недели.